Привет! Мы наконец-то отдохнули от курсов по фристайлу, после чего пережили дорогу в Шерегеш. Теперь можем рассказать о том, зачем нужны курсы и вообще, как подготовиться к зиме. Миас — это маленький промышленный городок, который занимается производством Уралов и ракетных элементов. А еще в нем разноцветный воздух и рыжая вода. Ну, также вокруг есть чистые озера и леса, конечно же. Ну и захоронение бериллия. Вокруг Миаса находятся кучи чистейших озер и лесов. Самый известный из озер — это Тургаяк, вода которого по качеству не уступает Байкалу. А еще здесь есть озеро под названием Пруд и речка под названием Няшевка. Курсы по фристайлу проводятся в клубе Райдер. Это такой не особо большой горнолыжный склон, где уже позднюю осенью пыли от склоны. Там ставят хотя бы один трамплин. На склонах работа ведется в основном с детьми. Куда мы и приехали на курсы к Славе Касперу. Конечно, Райдер имеет и гостиницу, и вы можете приехать в этот парк и существовать там отдельно, не выходя в город Миас. Но в него нельзя проходить с собаками. Заразы. Еще одним важным моментом является то, что здесь есть полноценный тренажерный и спортивный зал, где стоит еще и акробатический батут, где мы провели часть наших курсов. Для того, чтобы хорошо катать, нужно иметь хорошую физическую форму, быть растянутым и несколько сильным. Выполняли различные упражнения на баланс. Отдельное внимание уделяю вас растяжке, потому что нерастянутый Райдер – это плохой Райдер. Если ты не можешь быстро согнуться или дотянуться до каких-либо частей доски, то ты не сможешь брать грэбы, не сможешь хорошо и полноценно группироваться, вращаться, крутиться. Из зала мы вынесли еще один важный момент. Если ты не знаешь, как сделать какой-либо трюк, например, джибинг, то возьми, к примеру, скамейку, начни на нее запрыгивать в ботинках бордических. Тогда твои первые движения на перилах уже не будут столь неожиданными для тебя. То же самое и со всеми другими элементами для катания. Прыгай, крутись, прощайся, прыгай на месте 360, крутись через голову. Курсы длились 6 дней. И все 6 дней, первую половину дня мы проводили в зале. Все ныло, гудело, но кататься после этого стало гораздо легче. Вторую часть дня после обеда мы проводили на склоне. Мы выполняли различные упражнения. От элементарных прыжков на месте до катания на одной ноге, катания с грэбами, что, кстати, очень учит контролировать доску, гнуть ее, работать стопами. Слава показал и сломал многие наши накатанные ошибки, после чего кататься стало, несомненно, легче. Все упражнения мы выполняли не только в своей стойке, но и с другой ноги, что помогло нам очень хорошо раскататься в свече. Мы прыгали, катались, крутились, перелетали, запрыгивали, спрыгивали, вращались. И это помогло. Правда, к концу тренировки 33% группы было потеряно. Слава сакцентировал внимание, как правильно джибить, куда, как и где находиться в момент выпрыгивания для различных вращений с трамплина. Как запрыгивать на боксы. Если вы хорошо посмотрите видео, то многие упражнения вы можете попробовать самостоятельно. Это поможет вам раскататься к сезону. Сейчас мы уже в Шерегеше, и многие навыки, полученные на курсах славы, помогли нам гораздо увереннее чувствовать себя в пухляке. Теперь, видя людей, которые едут на задней ноге, иногда им невольно орешь. Перейди на переднюю ногу. Курсы получились полезными. Колесико незаменимо для селфи. Ничто не меняет ваш лук так, как колесико. Используйте колесико всегда и везде. 24 часа в сутки. В этот раз МИАС показал себя вполне дружелюбным городом. С хорошими, добрыми людьми. Нам даже не понадобилось покровительство Михаила Круга. Откровительство Михаила Круга.